всем добрый день я куликова валерия александровна работаю врачом интенсивной терапии в городе псков сегодня хочу вам рассказать про анафилоксический шок анафилоксический шок это общее состояние организма животного которая вызвана введением разрешающей дозы антигена и проявляется развитием реакции гипер чувствительности немедленного типа феномену развития подвержены все организмы которые обладают иммунной системой и способны хранить в своей памяти информацию однократной встречи с чужеродным агентом существует множество причин анафилоксии у животных к наиболее значимым можно отнести введение лекарственных препаратов и укусов животных насекомых любые лекарства вне зависимости от пути их введения могут вызвать развитие анафилактического шока на первом месте среди лекарственных препаратов у нас это антибиотики также это могут быть нестероидные противовоспалительные препараты рентгеноконтрастные вещества общие анестетики миорелаксанты также анафилоксия возникает при введении гормонов ферментов сывороток вакцин химиотерапевтических средств и местных анестетиков анафилактический шок может развиваться в результате укусов животных это могут быть насекомые членистоногие и змеи в зависимости от степени выраженности клинических проявлений различают три степени тяжести анафилоксии это легкая средне тяжелая и тяжелая при легком течение наблюдается короткий период длится он в течение пяти-десяти минут и проявляются это такими признаками как зуд крапивница эритемы иногда гиперемия кожи также отмечается бледность кожных покровов может наблюдаться цианатичность слизистых оболочек иногда возникает бронхоспазм затрудненным выдохом и хрипами в груди может присутствовать рвота диарея непроизвольный акт мочеспускания и дефекации также животные даже при легкой форме могут терять сознание артериальное давление резко снижается пульс практически не ощутим и тахикардия при средне тяжелом течении у нас такие симптомы как общая слабость беспокойство страх рвота могут наблюдаться даже судороги могут быть расширены зрачки нитевидный пульс непроизвольное мочеспускание дефекация и также могут появиться носовые или желудочно-кишечные кровотечения тяжелое течение анафилоксии характеризуется молниеносным развитием клинической картины и если больному не оказать свою временную помощь неотложную животное просто может погибнуть отмечается резкая бледность кожных покровов цианатичность слизистых зрачки расширены может появиться пена у рта судороги свистящее дыхание которое слышно даже на расстоянии артериальное давление не определяется пульс практически не определяется и при тяжелом течении зачастую животные погибают диагностика анафилактического шока сложной не является и как правило полагается на ярко выраженную картину заболевания при введении лекарственных препаратов или при укусах насекомых принципы лечения анафилактического шока предусматривают обязательное проведение противошоковых мероприятий и интенсивной терапии в случае укуса ядовитых животных насекомых либо же если у нас поступили какие-то лекарственные средства аллергенного типа на конечность выше места поступления антигена накладывается венозный жгут место это обкалывается раствором адреналина если у нас есть жало насекомых мягких тканях тогда его необходимо удалить на это место наложить лед внутримышечно вводит адреналин также и повторно спустя некоторое количество времени также можно ввести адреналин но это уже на усмотрение врача с целью предотвращения рецидива анафилактического шока внутривенно или внутримышечно вводится преднизолон дексаметазон вторично также на усмотрение врача вводится повторно для снижения негативных последствий анафилактического шока рекомендовано внутривенное или внутримышечное введение антигистаминных препаратов если у нас асфиксический вариант анафилактического шока когда у нас присутствует бронхоспазм или ларингоспазм кроме вышеперечисленных препаратов применяются также препараты которые которые улучшают вентиляцию легких это может быть и уфилин в сочетании с оксигенотерапией прогноз при анафилактическом шоке осторожный это объясняется тем что данная патология обусловлена иммунокомпетентными клетками памяти которые живут в организме у животного месяцы и годы даже и также могут симптомы рецидивировать через 1 и 8 часов в плане профилактики анафилактического шока существуют такие направления как исключение контакта вашего питомца с разрешающим агентом и осуществление проверки переносимости каких-то данных лекарственных средств животным перед оказанием врачебной помощи с этой целью животным либо в подъязычное пространство какое-то количество небольшое препарата капают либо же внутривенно вводят препарат небольшом объеме и наблюдают за реакцией организма если у нас есть какие-то клинические проявления это говорит о невозможности применения лекарственного средства ну и в заключении можно сказать о том что анафилактический шок это вид аллергической реакции немедленного типа который возникает при повторном введении в организм аллергена характеризуется быстро развивающимися преимущественно общими проявлениями это снижение артериального давления температуры тела свертываемости крови расстройством центральной нервной системы повышением проницаемости сосудов спазмом гладкомышечных органов и чаще всего симптомы возникают в течение 3 15 минут после контакта организма с лекарствами и иногда может случаться внезапно или спустя несколько часов полчаса два часа после контакта с аллергеном